Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапа. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Решена многолетняя проблема – в станице Анапское будет новый коллектор. Небывалый урожай – аграрии завершили уборку зерновых. В среду всех любителей футбола ждёт зрелищная игра на стадионе «Спартак». Общеградское планёрное совещание в администрации посвятили обсуждению ежедневных проблем, с которыми сталкивается город в пик курортного сезона, и задач на перспективу. Заместитель главы Анапы Людмила Терещенко доложила, как идёт работа по классифицированию средств размещения отдыхающих. На сегодня 138 объектов имеют звёзды. Ещё 67 предприятий подали документы. Процедура классифицирования несложная и недорогая. Очень странно, когда требования закона игнорируют собственники довольно вместительных гостиниц и именитых пансионатов. Люди не бедные. Когда бабушка с пятью кроватями, мы её понуждаем, а есть депутат, который имеет довольно-таки хороший достаток и не делает эту работу, я считаю, что это очень стыдно, даже идти к этой бабушке. Ещё можно успеть получить звёзды. Скоро за их отсутствие собственников будут штрафовать. О работе систем жизнеобеспечения в пик курортного сезона замглавы города Владимир Забураев. Районные электрические сети на прошедшей неделе провели 19 плановых отключений, каждая в среднем на три часа. Ситуация с водоснабжением в городе налаживается. Подбор воды в резервуары стараются осуществлять ночью. Сейчас главное, чтобы насосные станции работали без перебоя. Ни в коем случае не применять отключение электрической энергии, чтобы водозаборы оставались без электродерии. Сергей Николаевич, изыскивать все возможности. Если нет возможности, перезаключить, то чтобы все водозаборы были под питанием, чтобы вода была в городе. Подготовке к осенне-зимнему периоду уже сегодня особое внимание. На эти цели из краевого и муниципального бюджетов направят 88 миллионов рублей. Погашение долгов за потребленные ресурсы и ответственная работа управляющих компаний – гарантия того, что проблем осенью будет меньше. Мы каждый год сталкиваемся с определенными трудностями уже непосредственно перед осенне-зимним периодом. Мы героически их преодолеваем. Поэтому мы сегодня, я считаю, вовремя занимаемся этой работой. За благовременно. Прием граждан по личным вопросам провел глава Анапы Сергей Сергеев. Предприниматель Дмитрий Якушев – приверженец активного образа жизни. Главе города пришел с предложением создать в Анапе инфраструктуру для велосипедистов. Давайте создадим комиссию по организации велодвижения, велотранспортной структуры в городе Анапы. Дмитрий готов представить разработанные им маршруты движения велотранспорта. Возможные маршруты. Сергей Сергеев в свою очередь предложил проработать и вынести этот вопрос на обсуждение анапчан. Валентина Андреевна Ильченко, жительница Джигинки, главе курорта пришла с давней проблемой. 23 года она живет в селе на улице Таманской. И все эти годы людям только обещают заасфальтировать дорогу. Ну, вот два дня назад трактор нам почистил немножко. Ну, кто почистил, это же не то. Да. Ну, конечно, если будет дождик, это уже будет грязь. Конечно. Еще хуже, чем было. Ну, так... Сколько протяженности необходимо асфальтировать? Ну, все это улицы, наверное. Ну, сколько километров, да? На вашу улицу нужен проект. Эта реконструкция нужен проект. Сергей Павлович дал поручение службам просчитать стоимость проекта и пообещал, что обращение Валентины Андреевны не останется без внимания. В Станице Анапской монтируют новый канализационный коллектор. 2,5 миллиона рублей на решение многолетней проблемы, выделенной из муниципального бюджета. Новые канализационные сети протяженностью 850 метров прокладывают на улице Юбилейная в Станице Анапской. Возможность подключиться к центральным коммуникациям появится также у жителей улиц Солнечная и Станичная. Длина очень большая, объект очень серьезный. Ну, я думаю, что до конца августа мы работы полностью закончим и будем сдавать управление капитального строительства города-курорт Анапа. Геология очень непростая. Тут и глубины очень большие были, более 3,5 метров. Сейчас уже потихоньку поднимаемся. Сейчас это 3,10-3,20 глубина, а была 3,50. Был песок с водой. Ну, то есть, как бы были очень серьезные проблемы. Но, несмотря на что, мы идем дальше. Скоро станичники попрощаются с автономными септиками. Решение этой проблемы здесь ждали давно. Проблема у нас из начала веков. Мы ее очень долго ждали. Вот, поэтому мы очень счастливы и очень благодарны. У нас на данный момент септики. Наша улица Ювлейная, такое ощущение, скоро всплывет. Поэтому у нас была вот эта вот такая проблема, что нам нужна канализация обязательно, в срочном порядке. Мы скоро будем жить, как цивилизованные люди. Это почти 700 человек. Будут у нас теперь центральные канализации. Это большое достижение. И хотелось бы изъявить большую благодарность от всех жителей, от меня лично, за то, что нас не оставил без содействия. Это Сергеев Сергей Павлович, наш мэр. Средства на строительство выделил муниципалитет. Согласно подпрограмме развития, водоотведения населенных пунктов, муниципального образования, выделены средства бюджетные города-курорта Анапа на выполнение вышеуказанных работ. Данной программы запланировано 2,5 миллиона. Большая часть запланированных работ уже выполнена. Строительство идет с соблюдением сроков и всех технических требований. Уборка зерновых в анапских земледельческих хозяйствах завершена. Урожай получен небывалый. Земледельцы обычно раньше времени не говорят окончательного результата. Не хотят спугнуть удачу. Но ее не напугать, если проделана огромная работа с осени. В этом главный секрет высоких урожаев. Цифры впечатляют. В этом году, можно сказать, беспрецедентные цифры. Несмотря на те сложности, которые нам показала наша небесная канцелярия, но аграрий все равно использовали каждый час для того, чтобы вовремя убрать урожай и его сохранить. Если говорить по цифрам, в этом году мы использовали на 2000 гектар больше земель именно для злаковых. Поэтому у нас и общая цифра, которую мы собираемся достигнуть в этом году, также является беспрецедентным. По прогнозу, который уже можно сказать, что подтверждается, это будет 65 тысяч тонн. Также, что нас очень радует, у нас повысилась и средняя урожайность. Если за прошлые годы она составляла в интервале от 46 до 48 центеров с гектара, то в этом году уже цифра это 50,5 центеров с гектара. Ушли в забвение годы, когда на соблюдение севооборотов не обращали внимания. Казалось, что земля только вовремя по шеесей будет способна давать урожай. А нет. И семенной посевной фонд, и строгое очередование культур в полях севооборота. Как только соблюдение этого вернулось в хозяйство, отозвалось полновесным колосом. Сегодня о таких хозяйствах стоит вспомнить. Хотелось бы отметить и два ведущих сельхозпредприятия, которые отличились в этом году. Это Огостагай. У них средняя урожайность в этом году состояла 56 центеров с гектара. Это очень радует. А по воловому сбору это опытное производственное хозяйство Анапа, где они уже собрали на данный момент 12,5 тысяч тонн. 1 августа анапчане на Краевом дне урожая свой золотой пшеничный сноп будут с гордостью презентовать на сельскохозяйственной выставке. Мы поздравляем аграрии с достойным результатом. В продолжение темы. Персики – яркая картинка анапского курортного лета. Их аромат украшает рынки. Местные производители снимают хороший урожай. Этому ароматному фрукту долго на ветке висеть нельзя. Дерево словно само подсказывает, когда сочные плоды пора снимать. До необходимой спелости персик прячет свою съедобную красоту в густой кроне. Как только фрукт поспел, листья складываются пополам. И вот он, персик, как на ладони. А вот ранней весной возвратные холода сады пришлось в буквальном смысле слова спасать. В ОПХ Анапа не случайно после уборки рапсы и рыжика оставляют в складах пожнивные остатки. Их потом жгут в рядах, окуривая дымом наклюнувшиеся цветочные бутоны. Зато сегодня агроном ОПХ Анапа довольна объемами товарной продукции. В этом году мы ожидаем получить с персика 52 тонны урожая. Это значительно выше, чем в прошлом году. Ввиду того, что в период вегетации были проведены все мероприятия по сохранению урожая персика. Были весной очень сильные морозы. Температура опускалась, что приводило к подмерзанию, завязи во время цветения. И дальше, во время наличия завязи на деревьях, мы окуривали сады для того, чтобы сохранить урожай. Елена Владимировна к персику, как к ребенку, вставала в 3 часа ночи и до самого рассвета жгла со своими рабочими костры. Сегодня спасенный урожай убирает студенты Томского государственного университета. Им тоже приходится приезжать в сад на рассвете. Приезжаем сюда с 6 утра, начинаем работать, когда еще не такая жара. И может ли быть по-другому на такой замечательной трудовой практике? Я учусь на факультете психологии. Ага. Ну и как для психолога уборка персиков? Здорово. Это очень весело. Мы тут всегда приезжаем с хорошим настроением, всегда убираем персики. Как тебе персики? Очень сладкие, сочные и вкусные. Удивительно, но вкус кубанских персиков не надоел. Хотя сбор их – трудная работа. Урожай хороший, да. Тут бывает, что на каждом дереве несколько ведер мы уносим. Они дают нам энергии, силы. Нам очень нравится работать здесь. А ассоциация персика с чем у вас теперь навсегда? С чем персик ассоциируется? Персик ассоциируется с работой. Каждый день в санаториях и пансионатах города, получая на полдник эти солнечные плоды, наши отдыхающие даже не догадываются, какой за этой сладостью стоит труд. Зато наши фрукты по аромату и сладости не сравнится с океанскими. На высоте, как дома, покорил небо и оставил след на земле Борис Ямушев. Мы находимся на одной из самых высоких точек города. Шикарный вид на Анапу с высоты птичьего полета не оставляет равнодушным никого. Мало кто знает, но здесь, на Лысой горе, установлен памятник человеку, который первым покорил небо над курортом. Борис Ямушев – военный летчик. Закончил Барнаульское высшее военное авиационное училище. Много летал, освоил три типа самолетов. Профессиональный парашютист. Небо он любил больше всего на свете. Для него небо и было жизнью. Когда ушел на пенсию, заскучал и нашел для себя новое увлечение – парапланеризм. Его друг с теплотой вспоминает первое знакомство с Борисом. Они подружились и стали хорошими друзьями на всю жизнь. Я лично увидел этого человека в небе. Увидел, куда он сел. Пришел к нему, познакомился. Он меня тоже поднял в небо. Мы вдвоем с ним полетели. Но с этого момента уже прошло 15 лет. Вот 15 лет я очень с теплом вспоминаю этого человека. Мне как друга его не хватает. Борис Ямушев известен в Анапе тем, что научил летать на параплане тысячи людей. Именно Ямушев открыл в городе такой необычный вид спорта, как парапланеризм. Летать на параплане научился сам, а уж скольким помог, подсказал. Его увлечение продолжает жить в других людях. Поэтому пристрастие Бориса не стало потухшим. Его жажда и любовь к полетам передали сотням других людей. С человеком был очень таким добрым, отзывчивым, который никогда не отказал бы, если нужна кому-то помощь. Свой последний полет Борис Ямушев начал в Ореховой роще. Во время занятий на площадке с новым учеником ему стало плохо. Борис погиб в 2008 году. Как выяснилось, потом это был инфаркт, после которого он не отправился. Приехала реанимация, не смогли откачать. Похоронен в Луганске, но чтобы оставить хоть какую-то память первому парапланеристу, друзья установили ему мраморную плиту. Друзья, родственники и просто ученики помнят о нем и приходят сюда, чтобы положить цветы. Удивительный дом на улице Ивана Голубца впервые празднует День благоустройства своего двора. Двор, получивший премии и награды, продолжает украшать свою территорию и притягивать взоры окружающих. А у нас во дворе. Так называется праздник, на который с радостью пришли не только жители дома, но и гости курорта. За несколько лет жители дома своими силами и творческими амбициями на ровном месте возвели азис. Двор по достоинству заслуживает звание показательный. К тому же он сплотил людей от мала до велика. Я хочу вас поздравить и поблагодарить администрацию муниципального образования город Куроконава и от себя лично за то неравнодушие к своему будущему, к своему двору, к своему городу. Потому что каждый город – это частичка нашего прекрасного города. И как мы здесь будем жить, зависит от нас с вами. Пожалуй, для каждого детство и жизнь начинается со двора. Это и есть малая родина. Как она выглядит, в каком состоянии находится, повлияет на развитие маленького человека и настроение взрослого. Три года подряд двор получает почетное звание лучшего. Полученная премия в 2014 году ушла на озеленение. Высадили цветы, деревья и кустарники. Я благодарю всех наших жителей, которые активно участвуют в благоустройстве своей территории. Которые не боятся труда, не боятся потерять время какое-то. Они создают вот этот уют. Это люди наши создают. Большое им спасибо. Молодежный центр 21 век продолжает вести свою работу на летних дворовых площадках совместно с ТОС. Поэтому праздник на этой улице будет еще не раз. На празднике у нас много гостей. Во-первых, весь двор. Во-вторых, гости Анапы. Здесь приходят все, кто рядом живут, приходят к нам. И все восхищаются. Всем очень нравится наш двор. Очень много детей. У нас до 50 детей бывает в день. Дети не могли сдержать радости и удивления от перемен, которые они увидели, вернувшись этим летом в любимый двор. Да и маленькие гости курорта восхищаются этим двориком. Я в первый раз в этом двору. И мне тут очень понравилось, потому что тут так красиво. Везде цветы. Двор красивый, ухоженный. И вот такой вот красивый фонтанчик построили. У нас в Москве нет такого. Редкий человек, взявшись упорно за любимое дело, бросает его. А это значит, дворная Ивана Голубца еще не раз будет удивлять своими переменами и красотой. Поддержим футбольный клуб Анапа. 29 июля на стадионе «Спартак» состоится полуфинал розыгрыша Кубка Краснодарского края по футболу. Матч года. В напряженной и бескомпромиссной борьбе встретятся городской футбольный клуб Анапа и команда «Спартак» из Геленджика. Победитель игры выйдет в финал Крайвого кубка. Нашим футболистам необходима поддержка болельщиков. Встречаемся на «Спартаке» 29 июля в 17.00. Анапа вперед! Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. В среду 29 июля в Анапе ясно возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем – 26-27 градусов со знаком «плюс». Ночью – до 26 градусов тепла. Ветер западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 26 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова